сегодня мы целый день лазили по лесу занимались уборка леса и спонтанно решили остаться здесь в районе фуджи забронировали вот такие вот домики на колесах и где можно делать барбекю все будем делать барбекю я голодный мозг сейчас подождите мозг не работает здесь короче все есть принципе большой такой контейнер и я вам утром пройдемся покажу внутри и территорию она большая покажу территорию сейчас темно камера плохо показывает поэтому у нас небольшая такая вступительная часть сейчас будем есть и потом утром пройдемся по местному кемпингу расскажу что к чему и как мы здесь дешево отдыхаем вообще сегодня без фанатизма так как здесь включено барбекю мы быстро заехали в магазин взяли так потому что мы в принципе поздно обедали взяли детям сосиски с булочками что-то вроде хот-догов у нас гребешки собственном соку сейчас будем жарить и еще большая пачка креветок такой легкий ужин чуть-чуть помидорки аспарагус как он называется спаржа вот мы в принципе все сегодня у нас прямо такой на лайте барбекю я быстро детям сосиски очень удобно в японии делать барбекю везде где можно делать барбекю неподалеку есть магазин где есть все для барбекю из-за компактности все рядом поэтому когда мы едем куда-нибудь вот так вот спонтанно ты заехал 5-10 минут отсюда большой магазин купили даже там палочки тарелочки одноразовые угли трава кастрюлю даже купили потому что думали ну будем на костре делать чай но хорошо здесь есть чайник как а чуть-чуть сою соус чтобы гребешки были все домик мы бронировали на получается нас четверых два взрослых двое детей но почему-то нам достался раз два три раз два три 4 5 на 8 человек такого дом на колесах с двумя комнатами поэтому огромный можно и спать и там это пар отдельности все держи выходи из медитации далее медитирует у нас про космос думает на всем держи сосиску все позвольте приземляемся да это там уже уснул 20 минут сидел тут сиди на жердочке аккуратно горячая часы как хлеб сосисками развивать невкусно бывает 5 хорошо еще чуть-чуть и можно и достали первые гребешки горячие очень плохо видно но и таки мясистые море кузна так вот тотемы гребешок быстро приговорили сейчас очередь креветок не все помещается как после вкусного ужина делаем попкорн детям такие вот дешевые сковородочки сковородочки внутри с попкорном сверху небольшая дырочка и на углях так держишь время от времени их пошатую чтобы мешались уже все да может таскать загореть и все чуть-чуть подождать остынет открыть сверху пленку и можно употреблять шнуру выдавить так сейчас олень будет открывать что-то у нас получилось аккуратно горяченько лучше с карамели что нет с маслом но на сливочным и солью кивычный масло соли мало но ничего вкусно но и детям и детям на камнях сидят нарисует вот какой-то резкий переход от попкорна к утру ночь была холодная температура здесь опустила сегодня до нуля хотя днем было плюс 18 вот так вот у подножья fuji температура резко падает летом вообще в принципе где-то температура 25 градусов ночью градусов на 16 18 поэтому это где-то на 8 10 градусов всегда ниже чем в токи поэтому мы часто приезжаем к fuji спасаться от токийской жиры но пойдемте прогуляемся посмотрим немного покажу как выглядит этот кемпинг покажу домик внутри ну и расскажу про скидку которую мы получили случайно кемпинг называется workshop camp resort нашли мы случайно вечером решили до остаться здесь не ехать домой и забронировали то что было такие здесь парковка такие уже стоят домики сразу мы поближе посмотрим ну и к примеру вот по этому домику примеру такой трейлер стоит газовые баллоны кондиционер есть у них в этом случае еще на крыше зона такая крыша где можно посидеть и тоже проводить время но также внизу есть он терраса с тентом даже в плохую погоду в дождь можно сидеть и делать барбекю пойдемте дальше внутри зайдем в принципе особо такого здесь ничего нету стоят трейлеры разных размеров недалеко хорошая стоит разных размеров он там небольшое развлечение для детей повесили тросы по не можно ходить тренировать баланс еще какие-то лазилки там сейчас семья японская ходит не буду их снимать дальше есть общая зона столы которые можно использовать вот но сейчас в принципе прохладно ночи поэтому все конечно сидят около костра вот там он вдалеке завтра кто-то себе готовит барбекю здесь поближе уже видно они поели потому что горит огонь они наверное огонь горит сейчас угли разгорятся тоже будут завтракать на улице сейчас температура где-то 5-6 градусов сегодня обещают максимум 16 в этом районе но это холодная погода отрезка сегодня похолодала ночью и целый день будет прохладненько так здесь есть всякие раковины пойдемте посмотрим общую зону здесь такие большие раковины в разных участках раковины моющие средства то есть можно мыть посуду здесь даже дают в аренду не в аренду бесплатно дают ножи там еще какая-то основную если вдруг приехали как мы приехали без посуда здесь на в принципе все выдали бесплатно большая часть эта зона у них с палатками дымят все сегодня воскресенье чека вот до 10 поэтому я думаю они сейчас позавтракают и начнут все собираться таун мотоциклисты кемпингуют да для барбекю вот они вот такие штуки дают бесплатно ну как бы включаются здесь есть холодильники кстати вот 6 холодильников можно использовать то есть все кому нужны холодильники могут использовать совершенно бесплатно так здесь у нас вот есть мусор горящий люди после того как барбекю делать сразу нужно прятать мусор такие ящики сеткой потому что ночью или урана утром вороны все растаскают и до хамбайки здесь еще урны для мусора вот это здание там есть он сэн он сэн и туалет туалет и конечно с крышками с японским совсем подогревом с функцией пиде ну и он цены не небольшой конечно но на одновременно 3-4 человека могут там находиться ох солнышко ярко так дальше он там еще одна общая зона дальше еще домики стоят небольшие здесь у них интересно какая-то зона сделали такую деревянную дорожку чтобы гулять по ней ну и вроде там он палатки кемпинг тоже может сделать еще раковины для мытья посуды это похоже для тех кто здесь кемпинг с палатками останавливаться вот в этом части гора фуджи находится прям вот здесь напротив но так как густые деревья к сожалению не видно вот я конечно не очень люблю такие места где если ты приезжаешь к фуджи должно быть хоть немного где-то его видно торчать ну как бы все равно на для галочки тут прям вообще и в деревьях его не не видно кого-то ты в любом другом лесу японии находишься алина пошла гулять по тропинке так это вот это приемная у кицки как по-русски reception у них там дрова здесь кстати очень дорогие вот такой моток обычно на местном районе стоит где-то 800 ян они продают по 1200 принципе вчера то что нам дали включено в нашу оплату углей хватило чтобы пожарить все и даже немного посидеть погреться я еще вечером пособирал здесь по району палки и еще сделался небольшой костер в принципе чек-ин у них правда до 6 часов вечера но мы вчера приехали позже позвонил на телефон они вышли все сделали когда будем уезжать нужно будет ключи просто почтовый ящик кинуть о немного ветрено вот но принципе такой вот небольшой кемпинг стоил он для нас четырех двое взрослых двое детей на booking.com 24 тысячи йен но нам сделали очень хорошую скидку давайте зайдем внутрь я покажу вам домик и расскажу почему нам сделали вчера скидку вот так выглядит наш домик получается эта часть двухэтажная верху два спальных места внизу две кровати стоит стол стулья 4 стула и с стороны еще одна кровать это такая полуторка на или даже двухместная кровать поэтому в принципе в этой части трейлера может спать пять человек спокойно здесь у нас по поводу обогрева и охлаждения на лето стоит кондиционер использовать можно кондиционер на зиму у них есть вот такая вот газовая печка подключается газу снизу там и также есть полы с обогревом с подогревом полы с подогревом мы в принципе включили полы с подогревом и прям тепло хорошо ночью хоть опускалась до нуля но мы этого не заметили почему я говорю что эта часть дома потому что трейлера потому что здесь есть вторая комната которая тот же принадлежит как бы нам получается с этой стороны также все кондиционер есть освежитель воздуха работает и здесь четыре спальных места снизу две кровати и сверху два спальных мест получается за двадцать четыре тысячи нам достался 9 местный трейлер вот на этом конечно если бронировать на 9 человек то цена будет выше потому что постельный билет все но опять же очень прикольно две комнаты есть стол ну и туалет есть здесь биотуалет но он не работает и мы приехали поздно они обнаружили что туалет здесь не работает другого трейлера большого где мы поместимся не было и нам сделали довольно хорошую хорошую скидку из-за того что туалет здесь забился и нам пришлось ходить на улицу я показывал вот а так ну в принципе особых неудобств нет скидка довольно хорошая поэтому это компенсировало нам все наши походы туалет на улицу вот такой трейлер хорошо да изоляция хорошая то что тепло но это что есть полы с подогревом все прям отлично такое место принципе мы сегодня здесь как я говорил завтракать не будем мы пойдем сейчас хайкить так там дети носится он катается на велосипеде сейчас поедем ходить гулять по горам любоваться горой фуджи ну и проводить активно время до ночи зона барбекю было плохо видно вот такая вот терраса стоит тент и стол принципе он тент довольно низкий поэтому от дождя можно здесь прятаться и делать барбекю там соседи завтракают активно да на всей территории в принципе есть вай-фай сигнал сотовой связи здесь почему-то слабый но вай-фай спасает ну все сейчас мы упакуем нашу машину засунем велосипед который мы привезли с собой чтобы кота отездить здесь около озера и ну все всем пока и увидимся с вами в следующем видео